Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Львовский сценарий в столице. Кто и зачем бикетировал сегодня Киевсовет? Золотые горы. Кто наживался на трагедии на Грибовицком мусорном полигоне? Дело ГАЗ. Что на самом деле значит решение Стокгольмского суда в пользу Украины? Стрельба в центре Киева. Несколько часов назад на Подоле были ранены двое мужчин. Один из них нападавший, другой его потенциальная жертва. И это Адам Осмаев, человек, которого в России обвиняют в покушении на Владимира Путина. Как все произошло? Кто на него покушался и где сейчас участники этой перестрелки? Мы узнаем у Александра Васильченко. Он находится на месте происшествия. Саша, здравствуй. Расскажи обо всем, что тебе известно. Наталья, двух мужчин, которые получили тяжелые ранения во время стрельбы, каретами скорой отправили в больницу. За их жизни борются медики. Полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия. Территория огорожена заградительными лентами. Работают криминалисты, следователи и кинологи. Личности всех участников этого конфликта уже установлены. Это Амина Акуева, чеченка, воевавшая в АТО. Ее муж Адам Осмаев и мужчина, который представился журналистом французского издания. Информация о нем сейчас проверяется. Пока только известно, что зовут его Алекс Вернан. Необходимо отметить, что Адам Осмаев, чеченский военный, был обвинен в покушении на президента России Владимира Путина. В 2015 возглавил батальон Джохара Дудаева в зоне АТО. Буквально с минуты на минуту о стрельбе должны рассказать представители полиции. Пока только известно. Конфликт произошел на улице Кирилловская. Якобы французский журналист пригласил Осмаева для записи интервью. Во время встречи журналист выстрелил в грудь Осмаеву. После чего Акуева и выстрелила из наградного пистолета четыре раза в нападавшего. Отмечу, это очередное громкое покушение в столице. Будет ли раскрыто это преступление и узнаем ли мы все детали. Этот вопрос остается открытым. Пока шансы велики, ведь нападавший живо находится в больнице. Будем ждать от полиции новой информации. Наталья. Спасибо. С нами на связи был Александр Васильченко. Саша, мы не прощаемся. Как только у тебя будет свежая информация, мы обязательно включим тебя еще раз в эфир. Пока к другим новостям. Киевсовет сегодня принимал решение в условиях повышенной турбулентности. Вкратце о том, что было сегодня принято столичными депутатами. Они присвоили добровольцам статус участников боевых действий и переименовали столичный проспект Ватутина в проспект Шухевича. Переименование этой улицы, к слову, уже раскритиковали оппозиционеры. Они заявили, что оно должно быть отменено, поскольку, по их мнению, противоречит закону и здравому смыслу. И было принято под давлением ультраправых радикалов. Дело в том, что депутатов сегодня буквально брали штурмом. Незваные гости выбили двери, устроили едва ли не побоище. Все подробности этого в нашем материале. Заседание Киевсовета сегодня началось с митинга под стенами мэрии. Здесь собрались несколько десятков представителей якобы добровольческих батальонов и правых сил. Присутствующие требовали от депутатов принять во втором чтении решение о признании добровольцев участниками боевых действий на востоке Украины. Мы сегодня собрались с приводу того, что в Киевской городе будет голосование за постанову по добровольцам, которые неоформленными воювали, защищали нашу батьковщину в зоне проведения АТО, чтобы им надали такие же пильги на уровне города Киева, как и дают властникам посвящения участникам боевых действий. Проголосовать за такое постановление просил депутатов и мэр Киева Виталий Кличко. Однако инициатива не набрала большинства голосов. Решили внести правки и назначить голосование на следующую сессию. Это вызвало возмущение у митингующих. Они ворвались в здание Киевсовета и начали потасовку с охранниками, которые стояли у входа в зал заседаний. Во время драки выломали одну из дверей. Страсти подогревали и некоторые депутаты Киевсовета от партии «Свобода». При этом они обвинили руководство полиции в экскалации конфликта. Работа Киевсовета была прервана. Позже депутаты вернулись на рабочие места. На голосовании Киевсовета снова поставили решение о признании официального статуса бойцов-добровольцев. И его поддержали большинство депутатов. Елена Митясова, Александр Васильченко, Василий Миновщенко. Подробности телеканал «Интер». Киевсовету еще повезло, а вот Львовский уже подсчитывает убытки после штурма радикалов. Выломанные двери 18 века стоят 12 тысяч гривен и еще 3 тысячи стулья. Кроме того, радикалы полностью опустошили буфет. Они съели все запасы еды и стащили два ящика с водой. Напомню, 30 мая около 400 активистов из национального корпуса АЗОВ, правого сектора и легиона свободы штурмовали здание Львовского областного совета с требованием продлить мораторий на продажу земли и национализировать активы России в Украине. Между радикалами и охраной завязалась потасовка. Пострадали тогда 15 человек, из них 11 полицейских, открыто 5 уголовных производств. И на сегодняшней сессии депутаты облсовета потребовали, чтобы полиция и прокуратура наказали погромщиков, но потом все же проголосовали за обращение, которое радикалы адресовали центральным властям. Большинство тех тестов, которые озвучивали пикетовальники, были поддержаны депутатскими фракциями Львовской областной ради. Про что свидетельствуют подписи, как мы также хотим принять заявку, о которой дать свою позицию относительно тех событий, которые произошли в результате этого вопроса 30 травня. Идет это про захопление помещения. Пока же прокуратура Львовской области отчиталась о том, что выявила настоящую мусорную мафию. Перевозчики использовали в своих интересах трагедию в Грибовичах и наладили целую схему по вывозу отходов. Как горы мусора превращаются в золотые горы, давайте узнаем. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на бумаге схема выглядела красиво. Львовские предприниматели подавали в коммунальный департамент мэрии заявки на вывоз и утилизацию мусора от имени фиктивных фирм из Днепра, Киева и Киевской области. А затем по поделим документам отчитывались о проделанной работе. Получив деньги из городского бюджета, забирали мусор и выбрасывали его на обочины или в посадках. За минувший год где только не находили львовский мусор в Киевской, Одесской, Запорожской областях и даже в Чернобыле. На прошлой неделе две фуры с львовскими отходами патрульно остановили в Днепропетровской области. Разрешения на выгрузку мусора у них не было. Как нам удалось выяснить, эти два грузовика тоже работали с фиктивными фирмами. Они ожидали звонка от какого-то там координатора. И этот координатор должен был указать место, где этот мусор можно выгрузить в городе Днепр. Договор у перевозчика не с львовским городским советом. У него договор с каким-то непонятным там ООО. То есть и по документам, как бы вроде бы администрация города Львова здесь совсем ни при чем. Как бы вроде бы их это не касается. Хотя мы видим совершенно обратное на сегодняшний день. Мэр Львова неоднократно заявлял, что ничего не знает об отходах, выброшенных на обочинах. А информацию о таких случаях называл спланированной политической кампанией против него. Сегодня демонстрирует возмущение. Дескать, с недобросовестными перевозчиками разорвут договоры. Но нужно дождаться завершения расследования. И речь часу, в городе, нет где вывозить отходы. Поэтому эти перевозчики, они стараются найти возможности полигоны, одно, другое, третье. Но не смотря на что, если подтвердятся какие-то факты коррупционных действий, это покорение и это тюрьма. Они все это прекрасно знают. Закон надо провожать. Из собственных источников в правоохранительных органах нам удалось узнать, что из городской казны Львова фиктивным перевозчикам выплатили около 6,5 миллионов гривен. А люди, на которых были зарегистрированы эти фирмы, даже не знали о том, что они занимаются вывозом мусора. Мы пытались дозвониться на одну из таких фирм. Но на их сайте указаны недействительные контакты. А улицы Львова по-прежнему утопают в мусоре. Сегодня, по данным мэрии, переполнены более 300 мусорных площадок возле жилых домов. Ольга Иванченко, Галина Якушко, Елена Миндалюк, Юрий Голубенко и Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Минюст, возглавляемый народнофронтовцем Павлом Петренко, хочет взыскать с Южмаша 40 миллионов гривен. Государственная исполнительная служба арестовала счета этого предприятия. Из-за этого уже два месяца завод не может работать. Он накапливает долги за электроэнергию, а 7 тысяч сотрудников все это время не получают зарплату. Арест счетов грозит также срывом контрактов на производство ракет-носителей «Зенит» для программ «Морской старт» и «Наземный старт». По словам главы профсоюза Валерия Васильева, Южмаш выиграл суд и доказал, что арест счетов незаконный. Но исполнительная служба отказалась выполнять это решение суда. В 2014-2016 годах у предприятия накопилась задолженность за электроэнергию. Ее погасили за счет бюджета, но якобы остался не списанным долг по судебному сбору. Это почти 32 миллиона гривен. Именно их и требует исполнительная служба. В Днепре сегодня тоже неспокойно. На пикет у стен горсовета вышли активисты. Они требуют уволить бывшего беркутовца Андрея Ткаченко. На этой неделе, напомню, мэр Днепра назначил его начальником муниципальной полиции. Но работать под его руководством хотят далеко не все. Уже ушли 12 человек. Почему, расскажут мои коллеги. Горсовет под усиленной охраной. Возле здания патрулируют полиция и сотрудники спецслужб. На акцию собралось около 200 человек. Активисты, участники Майдана, бойцы АТО. В руках плакаты. Главное требование уволить нового начальника муниципальной полиции Андрея Ткаченко. Немедленная отставка бывшего беркутовца с должности главы муниципальной полиции. Это первое. Второе. Ликвидация самой муниципальной полиции как таковой. Как, по сути, частной охранной структуры, которая существует за бюджетные деньги. То есть за наши с вами. И третье. Это прозрачные конкурсы на назначение чиновников. Участники пикета заявляют, они против Ткаченко, потому что в конце октября 2013-го он, тогда командир Беркута, вместе с подчиненными, всего 150 человек, был откомандирован в Киев. Там нынешний начальник муниципальной полиции принимал участие в жестоком избиении участников Евромайдана. Я был на Грушевского 22 января. Я выносил тело первого Нигояна и Жизневского из медпункта, когда в свое время на институтское вынесло 13 трупов. Я везде в этом был. Я не могу это терпеть, когда у нас в городе такое происходит. Не должен человек, подобный ему, занимать такую должность. Объясниться с пикетчиками вышел сам Ткаченко. С первых же минут разговор происходил на повышенных тонах. Собравшихся Ткаченко заверил, Днепропетровский Беркут не участвовал в силовых акциях на Майдане, поэтому уходить с должности не собирается. И когда был разгон на площади независимости, мы находились в резерве. Потом банковая в резерве. Когда была в рейтеинститутская 18-го числа, нас 17-го вместе с одесским Беркутом отправили на футбол. Скандал вокруг экс-беркутовца продолжается уже неделю. Но, несмотря на возмущение людей, менять свое решение мэр не собирается. Протестующие уверены, таким образом Борис Филатов хочет создать свой личный силовой блок, который будет прикрывать его коррупционные схемы. Борис Филатов хочет защитить те схемы, которые сегодня построены воровские, для того, чтобы выстроить защиту между гражданским обществом, которое формируется и собой. Поэтому, так как не может привлечь гражданское общество, он привлекает, соответственно, псевдоактивистов, провокаторов, жуликов и регионалов бывших. Ну и, соответственно, Беркут – это последняя капля, которую он привлек. Мэр Днепра сегодня на своей странице в Фейсбук написал. Его задача – сделать так, чтобы жители города не перебили друг друга. Именно этим и должен заниматься Ткаченко. Заканчивает пост Филатов словами. «Я удаляюсь из всех без исключения мессенджеров и Фейсбуков минимум на месяц». Однако уже днем в интернете появилась информация. Бизнесмен Корбан и мэр якобы поспорили, что Филатов проведет месяц без социальных сетей. Если продержится, то выиграет 5000 долларов. Виктор Ткачук, Вячеслав Никифоров. Подробности – телеканал «Интер» Днепр. СБУ нагрянуло с обыском крупному интернет-провайдеру Wnet. Эту компанию обвиняют в незаконной маршрутизации трафика в оккупированной Крым и подозревают в содействии сепаратизму. По информации СБУ, пользуясь незаконной передачей интернета на аннексированный полуостров, российская ФСБ планировала получить через провайдера доступ к данным крупных банковских учреждений, международных организаций и украинских госструктур, которые пользовались услугами данной компании. Кроме того, она не закрыла доступ к запрещенным российским ресурсам. Попытка номер два. После отказа НАБУ отпустить отстраненного главу фискальной службы Романа Насирова на лечение в США, он обратился к антикоррупционному прокурору. Написал об этом на своей странице в Фейсбук. И даже рассказал, что сегодня лично обратился к главе САП Назару Холодницкому. Но тот рекомендовал фискалу идти в приемную. А чуть позже уже журналистам прокурор рассказал о том, что встреча предварительно назначена на вторник. Рассказал Холодницкий и о судьбе представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов. Повторные ходатайства на парламентариев Евгения Дейдея от Народного фронта и радикала Андрея Лозового уже находятся в Генеральной прокуратуре, утверждает Холодницкий. Вчера были подписаны документы. Я снова направлю ответник подания к Генеральному прокурору. Это и Лозового, и Дейдея? Так. Если эти представления действительно будут согласованы и подписаны генпрокурором, то, возможно, уже на следующей неделе, а она парламентская, документы появятся в Раде. Потом по регламенту рассмотрение в профильном комитете и голосование в зале. Напомню, радикала Лозового подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. Есть вопросы у антикоррупционеров и к его шефу, лидеру радикальной партии Олегу Лешко. Откуда у него и гражданской жены появились 20 миллионов гривен на покупку элитной недвижимости, в частности, вот этого особняка площадью 550 квадратных метров под Киевом. Ведь никто из радикальной четы никогда не владел бизнесом. Ранее парламентские коллеги Лешко обвинили его, я напомню, и его однопартийцев в торговле голосами. Нардеп Сергей Каплин заявляет о давлении на его политическую силу. Лидер социал-демократической партии ему стало известно о том, что Печерский суд по заказу экс-премьера Яценюка, главы МВД Авакова и радикала Лешко подготовил тайное постановление о проведении обысков во всех приемных партий и профсоюзах. У нас есть информация, что минимум по 20 нашим активистам, членам нашей партии, нашим депутатам, готуются дела и этих депутатов, этих активистов, лидеров, тех людей, которые защищают права простых, пересечных украинцев, собираются кинуть за град. Я хочу попередить суддов Печерского суду, прокуроров, детективов, всех ищейок Яценюка, Авакова и Лешка, их олигархов, которые спонсоруют их. Вы не сможете сломать нас. Но не только Сергей Каплин уличал главу украинского МВД в коррупционных и лоббистских схемах. Подробности неоднократно делали об этом сюжет в так называемом рюкзачном деле. Обещал разобраться даже НАБУ, но подозрения пока никому не предъявлены. А вот в Израиле с коррупционерами в высших эшелонах не церемонятся. Там министр внутренних дел свое подозрение уже получил. В чем его обвиняют, расскажет Сергей Ауслендер. Расследование против министра внутренних дел сейчас самое обсуждаемое в израильской прессе. Арье Дерри и его жену 11 часов подряд по этому поводу допрашивали в полиции. Высокопоставленного чиновника подозревают сразу по нескольким статьям. Мошенничество, неуплата налогов, отмывание денег и многое другое. Следователи считают, что крупные суммы из бюджета министерства переводили различным организациям, в том числе, например, фонду, который возглавляет супруга министра. И большая часть этих выплат шла на вознаграждение руководителям этого фонда. Кроме того, бизнесмены, близкие к Дерри, имевшие деловые отношения с его ведомством, жертвовали десятки тысяч долларов. Все тому же фонду, который возглавляет жена министра. Возникли подозрения, связанные с недвижимостью. Якобы министр переписал на своих родственников принадлежавшие ему дома, чтобы не указывать их в декларации, таким образом не платить налоги. Те дела о коррупции, которые были в Израиле до сих пор, шли по схеме взятки. То есть, когда кого-то поймали за руку, что он дал взятку и так далее. Здесь полиция говорит не о том, что была взятка, а говорит о классической схеме отката. Что в обмен за какие-то услуги, которые давали одни люди другим. Сам Дерри, понятное дело, все обвинения отрицает и заявляет, что политические противники хотят погубить его карьеру. Но вот тут есть одно весьма пикантное обстоятельство. Все дело в том, что Арье Дерри уже был министром внутренних дел. Он занимал этот пост с 88 по 93 год с небольшим перерывом. И практически из этого кресла отправился в тюрьму за получение взятки. Суд тогда приговорил его к четырем годам лишения свободы. Он отсидел два, после чего вышел из тюрьмы и снова занялся политикой. Причем весьма успешно. В правительстве Нетаньяго он стал сначала министром экономики, а потом вновь стал министром внутренних дел. И вот опять попал в поле зрения полиции. Я напомню, что за преступление, которое ему инкриминирует, израильское законодательство предусматривает весьма строгое наказание. До восьми лет лишения свободы, особенно если есть рецидив. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. В зоне АТО сегодня было относительно тихо. Ранее с боевиками договорились о режиме полной тишины, но совсем без обстрелов не обошлось. За сутки противник минимум девять раз открывал огонь по украинским позициям. Под Павлополем, Водяным и Марьинкой работали снайперы. Под Чермолыком и Широкино прилетали мины и реактивные гранаты. А на Луганском направлении боевики трижды из гранатометов и пулеметов обстреливали блиндажи бойцов ВСУ возле поселка Малиновск. Пострадавших среди военных нет. А при фронтовой Мариуполь сегодня посетил премьер. Он побывал на заводе Азовсталь, крупнейшем металлургическом предприятии Украины. Гройсман отметил, что несмотря на урон, нанесенный торговой блокадой, завод тем не менее увеличивает объемы производства. Глава Кабмина также открыл новую железнодорожную ветвь Камыш-Заря-Волноваха. Теперь на этом участке увеличится пропускная способность, а значит и объемы металлургического производства. От этого напрямую зависит и местный бюджет, и благосостояние граждан. Кроме того, премьер анонсировал запуск новых пассажирских поездов в прифронтовой город. Глава Кабмина, директор Азовсталь, директор Азовсталь, Во время поездки в Мариуполь прокомментировал премьер и решение стокгольмского арбитражного суда, который встал на сторону Украины в споре о «Нафтогазе» и «Газпроме». Речь идет о газовых контрактах, заключенных во время премьерства Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко для меня не является оппонентом. Она нас ввела в колоссальный борговый контракт. Позиция, которая самая жахливая, которую можно было только уявить. Если мы берем газ или не берем, мы все равно за него платим. Слава Богу, что есть праведливый суд. Стокгольм, он отбылся, и решение абсолютно открытым и публичным. Очень хорошо, что мы выиграли, потому что нам они поставили вимогу 45 миллиардов долларов. Это катастрофа. 45 миллиардов долларов. Уявить себе, не дай Бог, мы бы проиграли этот суд, потому что она писала этот кабальный контракт. Несмотря на решение стокгольмского арбитража, в пользу Украины «Нафтогазу» придется заплатить «Газпрому» не менее 600 миллионов долларов. Об этом заявили в самой компании, сообщает РБК «Украина». В то же время многие эксперты называют куда большие суммы. Так победил Киев или проиграл в этом споре? Дело на 80 миллиардов долларов. Именно столько составляют обоюдные претензии «Нафтогаза» и «Газпрома». Украина требует от российского газового монополиста доплатить за транзит. А «Газпром» требует от Киева деньги за топливо, которое мы не покупаем с 2014-го. Вчера арбитражный суд в Стокгольме принял промежуточное решение в споре, признав цену российского газа завышенной. Но только с 2014-го года. Это перечеркивает большую часть претензий «Газпрома». Но в то же время означает, что Украине придется отдать долг за газ, купленный в предыдущие годы. Никакой победы в этом направлении нет. Мы в свое время заплатили по некой компромиссной цене. В конце 2014-го года заплатили по компромиссной цене 268 долларов. США 3,1 миллиарда. Есть такая информация, что откуда эта сумма. Что все, что было у «Дефтегаза» тогда, все и отдали. Больше не было. Если «Газпром» считает, что должны были 5,3 миллиарда, то не исключено, что «Нефтегазу» придется доплатить. Суммы могут быть от миллиарда долларов и 2,2 миллиарда долларов. В самом «Нафтогазе», где еще вчера хвастались якобы решительной победой в споре, уже сегодня сделали совсем другое заявление. Украине придется заплатить «Газпрому» около 600 миллионов долларов. А вот претензии «Нафтогаза» к российскому монополисту суд, скорее всего, отклонит, уверен Дмитрий Марунич. А значит, денег от Москвы мы не получим. Об этом еще несколько месяцев назад писал директор по развитию «Нафтогаза» Юрий Витренко. Тем не менее, это не помешало «Нафтогазу» потратить более 800 миллионов гривен на юристов и поднять в 13 раз зарплаты топ-менеджерам. Эти расходы уже легли на плечи украинцев, говорит бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко. По данным экспертов, цена на газ для людей завышена как минимум вдвое. Она грабительская, она абсолютно экономически необоснованная. И если уже хотя бы следовать этой логикой, то она должна быть немецкий хаб минус транзит. Нефтегаз, используя свое доминирующее монопольное положение, продолжает обдирать население, теплокоммунэнерго, загоняет в очень тяжелую ситуацию облгазы. В итоге только за прошлый год украинцы переплатили за газ более 2 миллиардов долларов, оплачивая по 7 тысяч гривен за тысячу кубов вместо трех с половиной. И это как раз те деньги, которые «Нафтогазу» возможно придется выплатить «Газпрому». Окончательное решение в споре суд может вынести уже в конце месяца. Оксана Григорьева, Леонита Борин, подробности, телеканал Интер. Всем не угодишь, Европарламент и Еврокомиссия не могут договориться относительно увеличения беспошлиных квот на украинские товары. Свой перечень депутаты проголосовали сегодня. Еврокомиссии он не понравился. Более того, сократить список может еще и Европейский совет. Какие украинские продукты ЕС готов впустить на свой рынок, а какие нет, узнаем от Елены Абрамович. Перед голосованием депутаты традиционно проводят дебаты. На них присутствует еврокомиссар по торговле Сесилия Малемстрем. Именно она в прошлом году предложила разрешить Украине возить в ЕС больше товаров беспошлин. Так как в первый год действия зоны свободной торговли с Евросоюзом украинские производители буквально за считанные недели исчерпали годовые объемы. Так называемые квоты. Еврокомиссия предложила их увеличить и заверила, европейцам нечего бояться. Мы не включали наиболее чувствительные продукты, такие как птица, сахар или фрукты. В отдельных случаях это дополнительные маленькие квоты, и они не окажут влияния на европейский рынок. Другие, например, мед в основном, заместят импорт из других стран, например, Китая, без влияния на цены или потоки импорта в ЕС. Однако аргументы Еврокомиссии убедили не всех евродепутатов. Дискуссии по этому вопросу в парламентских комитетах затянулись на несколько месяцев. В итоге, несколько позиций таки выпали из списка. Нам удалось достичь сбалансированного результата в Международном торговом комитете. Мы решили исключить два сельскохозяйственных продукта – пшеницу и обработанные томаты, и один промышленный – мочевину. Зато отстоять удалось такие важные, по словам украинского представительства, позиции, как кукурудза и ячмень. Для них квоты должны увеличить в два с половиной раза. Нарастить беспошлиный импорт согласились и для меда, а также ячменной и кукурузной крупы. Это комплементарный шаг от Евросоюза. Украина не обязана в ответ открывать доступ европейским товарам. Преференции помогут послать сильный сигнал, что ЕС помогает Украине. Однако наше предложение менее благоприятно, чем от Еврокомиссии. Это решение планировали переставить к саммиту Украина-ЕС в июле. Но документ должен согласовать еще Европейский совет. И в дипломатических кругах уверяют, там хотят еще больше сократить перечень продукции. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Брюссель. Европейское бюро. Телеканала Интер. Чтобы Украина стала надежным партнером Европы, необходимо развитие экономики нашей страны. Дополнительным импульсом для этого как раз может стать пересмотр квот на поставку украинской продукции в ЕС. Такое заявление сделал сопредседатель фракции оппозиционный блок Александр Вилкул на Генассамблее Европейских регионов. Одной из крупнейших неправительственных организаций. Заседание прошло в австрийском Санкт-Пельтене. С руководством Генассамблеи Вилкул обсудил перспективы участия украинских областей в проектах, связанных с образованием и здравоохранением. Я сторонник прагматичных отношений с нашими ключевыми иностранными партнерами. Поэтому для меня важнее всего это конкретные вопросы инвестиций, лучший опыт регионального управления, конкретные проекты в здравоохранении, в образовании и многие другие. На самом деле европейцы хотят видеть Украину мирной, стабильной, нормальной страной, которая, как минимум, способна сама себя прокормить. Поэтому готовы к конкретным, понятным проектам. Но большое непонимание и опасение вызывает рост праворадикальных движений в нашей стране. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Достигнуть дна. К чему привело углубление фарватера в Букском лимане? С ангелом на плече. Украина прощается с Любомиром Гузером. В Черкассах продолжается судебная эпопея по делу об убийстве журналиста-майдановца Василия Сергеенко. Его убили под корсунь Шевченковским в ночь на 5 апреля 2014 года. Уже третий день гособвинители пытаются оставить под стражей вероятного организатора Вадима Мельника. Позавчера судьи отправили Мельника под домашний арест, но активисты заблокировали зал. Это позволило следователю предъявить подозреваемому новое обвинение и задержать его. Сегодня Мельнику снова избирают меру пресечения. Теснота и отсутствие свободных мест на заседаниях по делу Василия Сергеенко уже стали нормой. Активисты приходят, чтобы поддержать сторону обвинения. На скамье подсудимых уже третий день подряд вероятный организатор этого зверского убийства. Сегодня Вадиму Мельнику выбирают меру пресечения и уже инкриминируют организацию преступной группировки. Следователь предъявил новое обвинение сразу же после скандального решения апелляционной инстанции об освобождении Мельника из-под стражи. Среди возможных заказчиков убийства журналиста фигурирует имя шефа Мельника, нардепа Геннадия Бобова. По данным следствия, подозреваемый более 20 лет работает у него начальником охраны. Чтобы убедить суд не отпускать возможного организатора убийства из-под стражи, прокурор предоставляет суду видео допроса участника похищения журналиста. Похититель Виктор Горбенко четко описывает и называет человека, руководившего преступлением. Адвокаты, а их у Мельника двое тут же протестуют, мол в деле нет этих материалов. Покажи, если бы я за это расписался. Сам Мельник не отрицает, с участниками убийства знаком, но ими не руководил. Судебные дебаты продолжались несколько часов, после чего судья удалилась в совещательную комнату. Вердикт по Вадиму Мельнику до сих пор неизвестен. И каким он будет прогнозировать бояться даже следователи. Станислав Кухарчук, Пел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. В Николаеве разгорелся скандал из-за работ по углублению дна в Букском лимане. Неделю назад государственный порт начал углублять фарватер, свои акватории. Куда сбрасывают ил и какими могут быть последствия, разбирался Кирилл Ющишин. Это причал одного из николаевских яхт-клубов. Пришвартованы частные яхты, здесь же детская спортивная школа. Вот уже две недели сюда сбрасывают ил, которые поднимают со дна акватории морского порта. На фарватере яхт-клуба производится сброс грунта. Причем ни вправо, ни влево. А именно на фарватере ни одна из яхт уже на сегодняшний день, потому что ребята проходили на яхтах, замеряли глубины, они не позволяют им выходить из бухты. Из-за сброса мула уже произошел инцидент на воде, рассказывают спортсмены. Один из экипажей сел на мель. А судно, которое проводит углубление дна, вместо помощи еще и протаранило яхту. Несмотря на то, что у них были знаки, они предупреждали о том, что сидят на мели и не могут сдвинуться, их бортом ударили. После этого случая яхтсмены вышли на пикет Кобл-администрации. Вся таблица Менделеева. Все, что годами сливалось, сбрасывалось с судов, стоящих в порту, это вываливается туда. Сейчас на пляже уже находиться невозможно от запаха. Портовики приостановили работы, но ненадолго. В администрации морских портов объяснять что-либо на камеру отказались, ограничились публикацией пресс-релиза на своем сайте. Дескать, на проведение работ имеют все разрешения. После того, как яхтсмены обвинили власти в бездействии, депутаты Николаевского горского совета созвали в неочередную сессию. Но портовики и их проигнорировали. Спортсмены снова устроили пикет. Единственное, что положительно, нам сейчас выдадут полный комплект документов, копии документов, которые есть у обуви администрации, потому что не все документы на сегодняшний день доступны. Эти документы отдадут юристам. Собираются готовить иск к портовикам, чтобы через суд добиться прекращения работ по углублению дна. А тем временем земснаряд продолжает сваливать ил у берега. Даже несмотря на то, что это может уничтожить рыбу в лимане. Ведь сейчас период нереста. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер Николаев. И мы вернемся снова к теме перестрелки в Киеве, которая произошла сегодня в столице на Подоле. С нами на связи мой коллега Александр Васильченко. Это значит, что у него есть новые подробности. Саша, что еще тебе стало известно? Во время обыска на месте происшествия полицейские обнаружили три пистолета. И вот совсем недавно стало известно, что мужчина, который, собственно, стрелял, и который представился французским журналистом, в прошлом году несколько раз посещал Россию. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к французскому изданию. Нам удалось поговорить с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко. Он сообщил, нападавшему инкриминируясь статью умышленное нападение не исключает в деле российский след. Шевченко также сообщил, что сейчас Амин Асмаева дает показания. Давайте послушаем детали. Они несколько недель поддерживали контакт с человеком, которая представлялася журналистом одного респектабельного закордонного выдача. Время встречи, которые были здесь, они остановились в автомобиле вместе. И вдруг эта особа достала оружие, пистолет, и открыла огонь в Адама Асмаева. Амин Аукуева с метою самозахиста, с метою прекращения этих злочинных действий, нападника, открыла огонь в ответ из своей оружия. Также стало известно, что Асмаев получил несколько ранений, пока в полиции не сообщают сколько, а вот нападавший получил 4. Их состояние оценивается как средней тяжести, и медики уверяют, их жизни ничего не угрожает. Мы продолжаем следить за событиями и будем сообщать о новых подробностях. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильевиченко с подробностями перестрелки, которая произошла сегодня на Подоле в Киеве. Руководство государства и священнослужители различных конфессий провели сегодня традиционный молитвенный завтрак в украинском доме. Молились о мире для Украины, о ее процветании. Также почтили память ушедшего вчера из жизни Любомира Гузера. Все посетившие молебен убеждены в том, что подобные встречи позволят объединить украинских политиков. Напомню, подобная практика существует в десятках различных стран мира. Моральным авторитетом нации называют ушедшего вчера из жизни Любомира Гузера украинцы. К его мнению прислушивались многие, независимо от вероисповедания, и любили за простоту и мудрость. Об этом удивительном человеке наш следующий материал. Мудрый, доброжелательный, жизнерадостный и абсолютно простой в общении. Любил людей, животных и предпочитал простую еду. Так отзываются о Гузере его близкие. При этом он никогда не скрывал своего мнения по актуальным для страны вопросам. А в декабре 2013-го был чуть ли не единственным церковным деятелем, который не побоялся поддержать активистов Майдана. Украина потребует великих земель. Может кто-то их нам подарит, может кто-то нам их выборит. Позже, когда началась война на востоке Украины, он говорил, это та цена, которую украинцы платят за свободу. Призывал стороны договариваться, чтобы вернуть в Украину мир. Независимость легко не дается, считал блаженнейший. Любомир Гузер родился во Львове в начале 30-х годов прошлого века. Перед окончанием Второй мировой войны его семья эмигрировала. Сначала в Австрию, потом в Америку. В католическом университете Вашингтона Любомир получил образование и был рукоположен в священнике. А в 69-м переехал в Рим и со временем получил там степень доктора богословия. В начале 90-х Гузер возвращается на родину, а в 2001-м священный сенот с преимуществом в один голос избирает его главой Украинской греко-католической церкви. В свое время именно о Любомире Гузере говорили, как о преемнике Иоанна Павла II. Спустя 10 лет на посту предстоятеля греко-католической церкви в 2011-м Гузер подает прошение об отставке. Из-за проблем со здоровьем к тому времени почти ослеп и страдал от диабета. Но даже в отставке отдыхать он не собирался. В 2013-м, после отречения от престола Бенедикта XVI, Гузера называли одним из претендентов на папский престол. Но тогда ему исполнилось 80 лет, а это предельный возраст для понтификов. Его не стало накануне вечером. Блаженнейший умер на 85-м году жизни в своей резиденции под Киевом. Здесь же сегодня утром состоялась церемония отпевания. Вечером Блаженнейшего привезли во Львов. Сегодня в городе день траура. И в эти минуты жители прощаются со своим духовным учителем. Власне, это был из тех одних проведников духовных, проведников церкви, который продолжал справа митрополита Андрея Шептицкого и кардинала Йосипа Слепого. Дух светлый, душа светлая. Поэтому выбрали светлые квиточки. Завтра похоронная процессия пройдет по улицам Львова. А в воскресенье в соборе Святого Юра состоится заупокойная литругия. Похоронят Любомира Гузера в понедельник. В крипте Патриаршего собора в воскресенье Христова в Киеве. 1 июня, День защиты детей. В Житомире сегодня получили подарки дети бойцов АТО, погибших и выживших. Хотелось бы всех приветствовать всем светлым святом, Днем защитника, Днем защитника детей. Киборг оговаривается не случайно. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Пески, Славянск. Получил три пулевые хранения. Сейчас на празднике в Житомире с супругой и дочкой. Мы воины АТО, люди, которые защищали своих детей на сходе Украины. Мы всегда желаем мирного неба над головой, чтобы они никогда не знали войны. Праздник устроили в рамках проекта «Дети необъявленной войны». Помощь его организации оказали и волонтеры, и артисты, и политики-оппозиционеры. Альбом, карпы, карандаши, фломастеры, конфеты и печенье. Подарки приготовили и для детей из семей, переселившихся с оккупированного востока страны. Не важно, в какой области ребенок, не важно, в каком языке он говорит, не важно, в какую церковь он ходит со своими родителями. Важно только то, что дети сейчас очень страдают от той непровозглашенной войны, которая уже три года идет в нашей стране. На одну сцену вийшли дети. Дети, которые реально стали жертвами неоголошенной войны, жертвами военного конфликта. Это дети из Донецкой и Луганской области, которые нашли другую родину на Житомирске. Это дети украинских воинов, которые защищали страну. В своем выступлении Юрий Павренко попросил поддержать школьников в Красногоровке из Донецкой области. В минувшее воскресенье снаряды боевиков частично разрушили здания их школы. Андрей Кровец, Алексей Горовой. Подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Сегодня, завтра, в пятницу в 20.00. Итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова